Почему про это снимают кино? Где любовь? Зачем смотреть кино? Кино — это отражение реальности. Он вылетает, перелетает в другую машину. Чел, ты серьёзно, блин? Ты можешь снимать на айфон, спокойно. Самый тупой режиссёр в мире. Фильтруй базар. Все мужики плохие. Это всё понятно. Мы все вас там, девочки, мучаем, абьюзим. Больше 500 за проект? Не скажу. Спилберг красавчик. А? Чё? Да, блин, эти критики, они вообще плохие люди все. Насколько объективные оценки на Кинопоиске? Я гневный поставил один. На тебе, на! Друзья, всем привет. Меня зовут Илья. Я автор канала «Кинопёс», и это подкаст. Сегодня у меня в гостях великолепный режиссёр театра и кино Константин Денискин. Привет, привет, привет. Раз канал «Кинопёс», то я делаю так. Чувство, у нас сегодня будет очень весёлая беседа. Тема сегодняшнего подкаста «Глупые вопросы» режиссёру театра и кино. Мне кажется, будет интересно. Поехали. Кость, скажи, пожалуйста, для начала, вот ты ставишь много спектаклей, правильно? Расскажи вот что-нибудь про свою профессию. По профессии, по своей первой профессии, я вообще театральный продюсер. Вот, я закончил ГИТИС, продюсерский факультет. Вот по второй профессии я уже театральный режиссёр. Я закончил режиссёрский факультет в ГИТИСе. И по третьей профессии я сейчас учусь на сценариста, пишу сценарии, я буду сценаристом. А по четвёртой профессии я там сварщик пятого разряда. Я ещё чуть-чуть историк, учился на историка. Блин, дофига себе. Да, 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 у меня такой бэкграунд. Ну, если говорить про профессию режиссёра, то да, действительно, я режиссёр. Я ставлю спектакли, снимаю короткометражки, фильмы, пишу сценарии и вот двигаюсь в этом направлении. Перейдём к первому вопросу, глупому вопросу. Как стать режиссёром? Как стать режиссёром? Мне кажется, для этого кинорежиссёром, да, мы говорим про кинорежиссёров. Слушай, ну ты скажи, наверное, и про театрального режиссёра, и про кинорежиссёра. Я понял. В общем, чтобы стать кинорежиссёром, необязательно... Учиться? Не обязательно учиться на кинорежиссёра. Как Тарантино, да? Да, да. Но, кстати, вот это как бы исключение из правил больше. Всё равно все, кто являются сейчас самыми именитыми режиссёрами, добились чего-то, они, конечно, закончили какие-то курсы, либо режиссёрский факультет в киношколе. Да, согласен, согласен. Также в театре. Это, знаешь, как, я не перебью, называется «Ошибка выжившего». То есть, да, там, если Тарантино снимает крутые фильмы, и при этом он не учился, не значит, что каждый так может, там, например. Он один, там, не знаю, на 10 миллионов такой. Да, да, да. И не факт, что он не учился, потому что, может быть, мы просто... Да, не знаем, когда он там... Тарантино будет. Да, да, да. Проказник. Да, но с другой стороны, если ты, например, учился, понятно, там как бы сама обстановка, атмосфера направлена на то, чтобы сделать из тебя кинорежиссёра или театрального режиссёра. Если ты, например, ну, нет времени или нет денег, да, или уже поздно, ты просто берёшь, смотришь ролики на Ютубе, или просто берёшь телефон или фотоаппарат с камерой и начинаешь снимать, что-то монтировать, и постепенно, постепенно, постепенно превращаешься в кинорежиссёра или в театрального режиссёра. Но вообще, я тоже вот думаю, как вот, чтобы стать кинорежиссёром? Мне кажется, у любого человека, который делает кино или театр или спектакль, да, у него есть вот тот фильм или тот спектакль, после которого ему все говорят, вот теперь ты точно кинорежиссёр. Или театральный режиссёр. Да, или театральный режиссёр. Слушай, я когда готовился к этому подкасту, ну, я там смотрел, там разные вопросы, которые задают режиссёрам, и я вот наткнулся как раз на ролик, и там Алексея Нужного, знаешь, такого режиссёра. Огонь он снял, что-то ещё крутое. Да, да, да. Вот, и он знаешь, что сказал? Вот его спросили, как стать режиссёром? Он говорит, надо смотреть кино, и всё. Ты согласен с этим? Он, мне кажется, лукавый, немножечко лукавый. Потому что всё равно... Лёха-Лёха. Мы тебя найдём, если то мы поговорим. Мне кажется, что всё равно режиссёр — это тот, кто создаёт продукт. Спектакль ли это, фильм ли это, да? И поэтому он называется режиссёром, вот. Понятно всё. Лёха, ну, вот как ты так? Лёха... Обманщик. Я уже думал, просто смотрю кино и буду снимать фильмы. Так, второй вопрос. Наверное, ну, я примерно знаю, для чего это нужно, но, возможно, многие не знают. Хотя есть, наверное, никак какие-то нюансы, которые ты нам сейчас раскроешь. Зачем нужна кинохлопушка? Кинохлопушка... Во-первых, она фиксирует кадр. Ну, то есть фиксирует начало кадра. При монтаже хлопает, да, и когда начинается склейка монтажная, когда постпродакшн, то по этой склейке как бы все ориентируются, что сцена пошла. Вот. Это для этого в первую, ну, как бы в одну из очередей. И, конечно же, на хлопушке написано там номер кадра. Это главная ее функция. Номер кадра, сцена, локация, фильм. Это тоже для постпродакшн. Да, для постпродакшн. Потому что без него будет полный хаос. Типа, где это брать? Откуда это? Какая тут звуковая дорожка? А какая тут видеодорожка? Как это? Если этого нет, то при монтаже и при создании фильма это будет огромной проблемой. Вот. Но бывают и без этого, без хлопушки. Слушай, ну вот я этого, кстати, не знал. Ну, я примерно, представление у меня было, для чего это нужно. Вот так вот детально я не знал. Да, да, да. Ну, интересно, интересно. Да. И еще тогда вот еще один глупый вопрос. Возможно, он даже и не глупый. Почему для начала съемок почти всегда, ну, или вообще в фильмах, которые я смотрел, говорят мотор? Или камера-мотор? Обратная связь. Ну, говорят, камера-мотор бывает, звук пошел, камера пошла. Да, да, да. Это как бы обратная связь, то есть я говорю, вы готовы? Вот хлопушкой. Да. Да. Мы готовы. И мне отвечают, да. Камера-мотор, звук пошел, начали. И все. И, значит, после того, когда все говорят, что они готовы, мы начинаем, артисты начинают играть сцену. Понял. То есть как и хлопушка примерно, да, там, если она хлопает, да, там тоже какое-то обозначение, да, что началась сцена и то же самое мотор. Просто ничего сложного, да, там нету. Да, 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 да. Это такая для работы. Ну, все, значит, разобрались. Ну, все, давай пока. Пошли снимать кино. Да, да, да. Ну, что, слушай, тогда следующий вопрос. Он глупый, потому что это мега субъективно, потому что мы с Лерой, например, на том подкасте выяснили, что объективно там самый лучший актер в мире, допустим, это Дэниел Де Льюис, потому что у него прям три Оскара за лучшую мужскую роль. Да, да, да. Вот, к тебе тот же вопрос. Какой актер в мире самый лучший, по твоему мнению? Вот как режиссер, я скажу так, наверное, все зависит от того, какой фильм ты снимаешь. И если актер выполняет все задачи, которые перед ним ставит режиссер и делает это точно, и делает это глубоко и проникновенно, и даже, возможно, с первого дубля, то это самый лучший актер. То есть это может быть любой человек. А такие есть? Да, такие есть. И я вот знаю про Александра Петрова, да, к нему можно как угодно относиться, но рассказывают, что те, кто с ним работал, в чем его крутость, да. Он выходит, во-первых, он дома репетирует, и когда он выходит на площадку, то он все делает точно с первого дубля то, что требует режиссер. И поэтому не тратится время на второй дубль, на третий, на четвертый, на пятый, на шестой. Вот, кстати, я тоже размышлял, почему выбрали, был же жесткий кастинг, да, фильм «Вызов», и взяли Юлию Пересильд. Да. Многие там возмущались, насколько можно, там она везде и так далее. Нормальная вроде. Да, нормальная, но, как бы, мне кажется, одна из важнейших параметров, почему ее выбрали, потому что она тоже вот такая профессионалка, и попав в космос, мне кажется, это суперэкстремальные условия, она сделает все точно с первого дубля, не будет ни на что отвлекаться, будет заниматься своей вот именно актерской профессией, неважно, в космосе, это на подводной лодке и так далее. Да, да. Вал, классно играет там, классные эмоции показывает, суперкрутые фильмы с ним, но вот с этой стороны, наверное, обычный зритель никогда не смотрел вот под этим углом, и это очень интересно. Ну да, а обычный зритель говорит, вот как ты говоришь, что, о, как он классно, как он классно делает, как он классно делает, вот, это он делает, потому что он крутой актер. Так вот почему Юлию взяли в космос, блин, а мы-то думали. Да, только поэтому. Что касается Сани Петрова, ну, насколько я сужу, сколько я фильмов там с ним смотрел, там еще сериал «Полицейский с Рублевки», да, мне, честно, вот я когда включил «Полицейского с Рублевки», мне не зашел, я выключил на второй серии. Ну, например, есть фильм... Я тоже, кстати. Супер. Но есть фильм, блин, я забыл, как он называется, где он мега-крутую драматическую роль играет. «Звоните Ди Каприо», наверное, сериал, вот, где он играет актера. Нет, нет, там именно фильм был. А фильм? На языке вертится, по роману, по-моему, снят. Ну, короче, я понял тогда, что Саня Петров реально очень хороший актер. Ну, как вот с моей точки зрения, со зрительской точки зрения, мне очень даже понравилось. Я подумал, может быть, вообще там очень важно, чтобы режиссер был грамотный и грамотно показал актера в кадре, и тогда вообще другое впечатление производит актер, да? Да, да, я согласен. И я тогда вот кардинально поменял свое мнение насчет Саши Петрова. И у него вообще очень много проектов, насколько я знаю, да? Да, да, да. Прям такой мега-опытный актерище. Да, да, да. Вот тогда следующий вопрос. Мы с тобой поняли, по каким параметрам можно отбирать актеров, по их профессиональности именно на съемочной площадке. А если говорить, ну, вот просто такой глупый вопрос, как попасть в кино? Во-первых, надо пробовать, то есть ходить на кастинги, на кинопробы и так далее. Во-вторых, нужен агент, ну, без этого никак. В-третьих, нету таких каких-то рецептов, которые бы вот ты сделай, такой алгоритм, ты сделай А, потом Б, и ты попадешь. Нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Учитывая то, что ты должен делать при этом все точно, четко, как хочет того режиссер, вот, благодаря, вот, наверное, вот этим трем, как бы, факторам, если они совпадут все, то ты тогда попадешь в кино. А ты скажи его. Потому что, прости, потому что, в принципе, есть несколько уровней, да, кино, там, кинофильмов, да, есть уровни, например, сериалы для, грубо говоря, для телеканала «Домашний», да, там проще попасть. Там берут... То есть мне туда надо пробоваться. Да, да, есть кастинг-агентство, где текучка, и они там отбирают, да, почти всех. Есть, значит, чуть повыше фильмы, там, допустим, для телевидения, для Первого канала, там, да, там чуть посерьезнее кастинги. Есть, как бы, вот, платформы, либо кино, которое полнометражное кино с хорошими режиссерами, там уже более детальная работа с актерами, и они больше работают на кастинге, выбирая себе персонажа, ну, героя, актера на ту или иную роль, вот. Тогда вот из этого вопроса вытекает следующий. Обязательно ли учиться на актерское мастерство, чтобы попасть в кино? Ну, понятно, что сейчас там и блогеров уже берут в кино, да, и есть люди реально, которые не учатся. Это, наверное, можно сравнить, вот я спрашивал, как стать режиссером, да, наверное, примерно то же самое. То есть нужно на актерском, или все-таки это разные вещи? Нужно на актера учиться? Я думаю, что нужно, вот. Да. Потому что все равно, ведь актерская профессия, она включает в себя не только то, что я выучил текст, и вот я его органично произношил на камеру, да. Настоящая актерская работа, глубокая, она же ведь подразумевает подготовку к роли. А это значит, что я хочу, там, как, например, в каких отношениях я с персонажами в этой сцене, там, проработка своего персонажа, его прошлое, может быть, ты как актер зацепишься за какие-то детали его и вытащишь это, и придумаешь образ дополнительно, да, допустим, не знаю, у него там нервный тик есть, придумал, потому что там когда-то был абьюз, там, допустим, от папы, да, и там папа там замахнулся, и он, допустим, когда начинают этому персонажу что-то говорить, там, про папу, да, он начинает нервно дергаться, при этом играя в покер, и мы понимаем, что он врет, вот. Ну, то есть про это все может, к этому прийти может только актер, который учился на актера. То есть он знает все нюансы, обучен все нюансы. Да, и это ему помогает, а тот человек, который не учился на актера, я так считаю, да, ему будет сложно в первое время, блогер ли это, или какой-то, я не знаю, там, спортсмен, да, ему будет сложно в первое время, конечно, в какой-то момент опыт, практика, он научится быть органичным в кадре и так далее, но в театре это невозможно, в принципе, потому что в театре ты, в отличие от кино, находишься на сцене, может быть такое, что 40 минут, да, 40 минут на сцене, это не кадр, когда 2 минуты сняли, отдохнул, попил кофе, водичку, и потом, если вдруг что-то не то, пересняли, да, тут тебе на сцене нужно попасть в десяточку, вот эти 40 минут, находясь, сделать все точно. Вот этому учат на актера, когда ты учишься, на театрального актера. В кино проще, да, там можно порезать, можно выбрать тот дубль, который, тут он такой хорошо получается, тут он такой, и потом соединить при монтаже, и это спасает, в театре такого нет. Блин, это тоже круто, вот тоже ты с такой стороны открыл для меня тоже разницу между кино и театром, потому что я не особо хожу в театр, ну, это оправдано нынешним, как бы, поколением, то есть они вообще не ходят в театр, они все ходят в кино, но я иногда хожу, то есть я пару раз там в год могу сходить на какой-нибудь спектакль, и вот меня удивляет, как они, у них же нет права на ошибку, то есть, понимаешь, да, вообще нет, ты выходишь, особенно когда уже премьера, да, там, и они выступают, это настолько круто, наверное, блин, что вот они не ошибаются и все делают четко и без ошибок, вот так вот. Да, и вот на это нужно учиться. Вот, да, да, ну, я понял, понял, это очень тоже интересно. Если ты хочешь стать киноактером, я думаю, что проблем не будет. Ставишь перед собой камеру, заучиваешь несколько реплик и просто играешь, смотришь, тут я как-то не очень, надо переснять, и в итоге у тебя там с десятой попытки получится, но потом все лучше, лучше, и будешь потом как Петров прям сразу выдавать. Ну, не знаю, как Петров, но что-нибудь, наверное, получится все-таки. Следующий глупый вопрос. Что нужно сделать, чтобы получить Оскар актеру или режиссеру? Это разное немножко, да, потому что актер, он же ведь создает героя, да, актер ценится по диапазону, по актерскому диапазону, да, и чем шире актерский диапазон у актера, чем он разнообразнее в кадре, тем больше, как бы, один из показателей того, что тем больше он может претендовать на оценку кинокритиков, то есть и если он это предъявляет в кадре, да, и также тоже театральный актер. Этот фактор для актера важен. Опять же, тоже везение, мне кажется. Какой я фильм попал, какому режиссеру. Вот бывает, что вроде как классный сценарий, классный там каст почти весь, но главный герой не попадает, и он не может ни на что такое рассчитывать, да. Хотя режиссер крутой, да, у фильма, вот. Ну, например, вот дядя Джокера, да, вот Хит Леджер играл. Ну, круто же он сделал, да? Да, да, да. Круто же. Ну, все сложилось же, он попал к крутому режиссеру, он работал над, глубоко проработал образ Джокера и показал там разный диапазон, да. И сразу оценили. Да. Сразу кинокритики оценили, и он, по-моему, получил, да, за эту роль. Посмертно, да. Да, посмертно. А он же умер же, по-моему, вот как, или после. По-моему, после. Я что-то точно не могу сказать, но я точно видел видосы, где вот вручали Оскар ему посмертно, там, типа, все актеры именитые сидят и плачут. Да, и так что он, по-моему, точно получил. Ну, да, да. Ну, или там брать тоже каких-то именитых актеров, вот. Тот же, например, Ди Каприо, да, он долго не получал свой Оскар, который многие считали, что он заслуженным был. Вообще, кстати, почему, вот я тоже думаю, вот Ди Каприо, он очень крутой актер, очень крутой актер. И, конечно, Оскар, это дело субъективное, там есть личности. То есть даже вот то, что я говорил до этого, это все фигня. — Вырезаем. — Да, все зависит от того, в каких отношениях ты с большинством кинокритиков, которые принимают решение, вручить ли Оскар или не вручить Оскар. — Да-да-да, это мне кажется. — Вот это, наверное, самое важное. Потому что все равно премия, награда — это дело субъективное максимально. Там нет такого, какой-то объективизации. И поэтому, что касается и режиссера, что касается и актера, как я дружу с критиками, так и получу. Если я не дружу с критиками, то я ничего не получу, как бы я ни старался. А может быть, получу там через несколько лет. — Вот тоже интересный факт. Насколько я знаю, если фильм получает «Золотой глобус», главную награду, то он получает и Оскар потом. Это как бы какое-то такое правило сложившееся. Вот я не знаю, почему, интересно. А какой объективности тогда можно судить, если вы даете Оскар фильму, который точно получил «Золотой глобус»? Ну, примерно, да. Может быть, не всегда. — Да, там не всегда. — Сто процентов. Ну, вот примерно можно предугадать, например. — Там просто одни и те же люди сидят, и они такие, так, что-то не хотим работать. — Что там, те же самые? Да-да-да, ладно, давай галочки поставим. Хотя я знаю, в чём прикол премии «Оскар», в том, что там что-то огромное количество академиков, или как они, жюри вот этой премии «Оскар», там, по-моему, в каждой стране есть жюри, да, и там около огромных, там несколько тысяч, по-моему, и поэтому, да, и там как-то это всё сомнируется. — Даже не знал, надо почитать. — Да, и там невозможно, там ни один человек такой, или там троица сидит, так, а мы сегодня дадим. Вот, но всё равно, мне кажется, что это, несмотря на это, это суперсубъективная история. — Да, потому что обычно на «Оскар» номинируют много хороших актёров реально, которые, на мой взгляд, на одном уровне могли сыграть даже. Много хороших фильмов, но опять-таки, как понять, да, там, какой должен получить или нет? Я думаю, что это вообще зависит не от того, как актёр сыграл, да, ну, от этого тоже, конечно, а больше зависит от того, кому отдадут предпочтение как раз в жюри. Ну, или там по каким-то, может быть, не знаю, политическим каким-то там, это тоже играет, мне кажется, роль, да, по каким-то его взглядам, по каким-то его связям, да, там, по какому-то ему влиянию, там, Уилл Смит, например, очень влиятельный в Голливуде, да. — Тема, которую он открывает в своей роли, там, в своём фильме раскрывает. — Тоже, тоже важно. Вот я смотрел фильм, называется «Земля кочевников». Не смотрел ты? Он получил Оскар. — Нет. А, нет, смотрел про женщину, которая разъезжает по Америке, работает доста... — Короче, работает «Кем попало», короче. И там вот, ну, насколько понятно из фильма, что жёстко критикуют систему вот в США, которая сейчас есть. И я такой посмотрел, я тогда смотрел почти все фильмы, которые претендовали на Оскар, и я посмотрел этот фильм, и я думаю, блин, мне кажется, он получит Оскар, потому что там посыл очень важный, на самом деле. Вот, и он получил в итоге. Мне кажется, он реально из-за посыла получил этот Оскар, потому что там актриса играет, мое почтение, конечно, ну, и мне кажется, всё-таки из-за посыла. — Согласен, да. — Так, с Голливудом немножко разобрались тогда. Давай следующий глупый вопрос, хотя, возможно, и не глупый, но пусть будет глупый. — Как ты относишься к советскому кино? — Я великолепно отношусь к советскому кино, я на нём вырос. Вот опять же, советское кино — это же не только там, допустим, то кино, которое сняли в Москве, да, там, в Ленинграде тогда. Это же ведь кино и грузинское кино, да, и там, и... — Бессонненно. — Да, и одесское киностудия, да, и белорусское кино, и таджикское кино. Это огромный как-то широкий спектр фильмов, которые существовали тогда. Тем самым, мне кажется, это просто кладезь, вот когда... Это кладезь для вдохновения режиссёров и актёров. Поэтому сказать, что я не люблю советское кино, потому что это «Совок» и так далее, это уже «Нафталин». Нет, там огромное количество фильмов, ну, гениальнейших. — Ну, реально гениальнейших. Поэтому я люблю советское кино. — А чем ты, например, объяснишь, ну, не знаю, как ты считаешь, но мне кажется, что почти ни один наш отечественный фильм, ну, не знаю, если там не брать «Брата», конечно, ну, это другое просто кино. Ни один отечественный фильм не сможет повторить, не смог повторить ту вот-то легендарность, ту вот крутость, например, того же Кинзадза, например, «Кавказской пленницы» Ивана Васильевича. Ну, «Сталкер» — это вообще очень авторское кино, наверное, да? Ну, вот мне кажется, что это прямо на таком уровне высоком, что отечественный современный кинематограф ещё не сделал такого. А если, ну, ты думаешь, что сделал, то, ну, в фильме есть какой-нибудь пример? — Все режиссёры стараются, все режиссёры стараются, все хотят сделать как можно лучше, у кого-то не получается. Ну, например, сегодня больше всех получается — это у, допустим, Звягинсова. — Угу, знаю, да. — Чтобы вы про него не говорили, всё равно он русский, российский, современный российский режиссёр, и он делает хорошее кино, допустим. — Этот ещё Кантемир Балагов. — Да, Кантемир Балагов, как молодой, да. Александр Сокуров, ну, он же по-прежнему в строю и делает фильм до последнего времени. Это был Алексей Герман-старший, он снял фильм «Мой друг Иван Лапшин», «Трудно быть богом», «Хрусталёв в машину». — «Трудно быть богом», «Знаю книгу Стругацких». Это экранизация? — Да, да, там играет Ермольник, он снимал где-то пять лет или шесть лет этот фильм. Вот. Это тоже уже российское, современное российское кино. Валерий Тодоровский вот сегодня, да, хороший делает фильмы. Опять же, ну, мне кажется, вот этот Клим Шипенко, который снял фильм, первый фильм в космосе, это однозначно будет в истории, попадёт. — Ну, да, будет в истории, да. — Да. Кстати, я удивился, когда тоже думал про этот фильм, ведь там же космонавты играют. Ты смотрел этот фильм? — Да, смотрел. — Космонавты, кроме «Пересильд» на корабле, ещё играют и космонавты. И как он, как режиссёр, очень с ними, очень непрофессиональные актёры, как он с ними очень качественно поработал, что в кадре… — Естественно, выглядит. — Почти, да, никаких вопросов к ним нету. Это тоже огромный талант, огромная заслуга и прорыв, я считаю, в современном российском кино. Опять же, мы говорим про, как бы тоже вот ты, называя советское кино, ты говоришь про, как бы, про верхний слой, да, про победителей, да. А сколько было, ну, так можно, наверное, назвать фильмов, которые неудачны, да. Сколько было фильмов, которые… Огромное количество, которые… Про которые никто не знает. При этом там играют, там снимают очень хорошие режиссёры советские, сценаристы работают очень хорошие, актёры очень хорошие. Ну, про них просто никто не знает, потому что они не получились. — Что имеешь в виду под «не получились»? То есть они вообще не вышли? Или они вышли, но… — Да, они вышли, но про них знают, хороший фильм и так далее. — Ну, смотри, я знаешь, с какой стороны сужу? Вот если брать советское кино, ты просто назовёшь больше десятка, наверное, крутых картин. Даже вот сериал «12 мгновений весны», то есть это просто нереальный шедевр. А сейчас ты скажешь про российское кино, ну, пять, там, не знаю, ну, десять картин выделишь. Это моё субъективное мнение. Я считаю, что, ну, до такого уровня советского они не дотягивают. — Да, я согласен, такое есть, но, опять же, постфакту мы говорим про советское кино, но вспоминаем то, что было 30 лет назад. Ну, там, не 30, какой 30? — Много. — Уже, да, 60, 50, 40 лет назад, да? Допустим, дай бог, если всё будет хорошо, и мы будем существовать в 2070 году, то мы будем вспоминать про кино, которое снималось в 2000-х годах. То есть не прошло ещё столько времени, чтобы оценить по достоинствам тот кинематограф, который создаётся сейчас и вот в 2000-х годах, мне кажется, поэтому. — Вообще, возможно, мы это пока никак не проверим. — Возможно, да. — Надо дожить. — Да, возможно. — Хорошо. Следующий глупый вопрос — как придумать фильм? — Как придумать фильм? Всё просто. Берёшь, значит, бумажечку, ручечку и пишешь сценарий. Такого-то, такого и название фильма. Можешь сначала не придумывать, дать рабочее, можешь просто сценарий написать. И потом пошёл, значит, персонаж первый и говорит репличку, второй ему отвечает. — То есть главное — написать сценарий. Это первое, что нужно сделать. — Да, но можно снять без сценария. Ну как ты снимешь без сценария? Ребятки, давайте снимем киношку. Давайте, собрались такие. Ну что будем, про что будем снимать? Первый вопрос. Про что? Про что это нужно написать? Хотя бы, даже если это литературный сценарий, да, без таких жёстких, как «Неамериканка», когда действующие лица, сцена и пошёл диалог. Если это литературный сценарий, всё равно нужна какая-то история, которую нужно зафиксировать. И даже если актёры будут там импровизировать, в этом пространстве, да, то это нужно написать. Да, чтобы снять кино, нужно, первое, это написать про что? Историю. — Сценарий, да. — Да, сценарий, да. А второе, соответственно, это нужно найти тех людей, которые будут исполнять эти роли. Если нет людей, просто предметы, то, соответственно, найти предметы, которые будут это исполнять. Ну и третье — это найти, на что ты будешь снимать, да, и где ты будешь снимать. Вот, и всё. А, и потом нужно смонтировать. — Ну, смонтировать, да, постпродакшн, понятно. Да, без него будет просто набор кадров. Ну, в принципе, как и в блогинге, там тоже надо написать сценарий. Ну, некоторые там, как, например, Артемий Лебедев, он просто садится и от себя. Там всякие новости говорит, импровизация, да? Ну, я понял, да. Ну, это логично, на самом деле, что нужно сначала сценарий написать. А есть такие вот фильмы, например, которые сняты без сценария? Такие какие-нибудь интересные проекты, как ты думаешь? Я думаю, что есть. Ну, наверняка есть, вот. Вот, ну, мы про них не знаем. Ну, это такие, наверное, очень такие, как это называется, фильмы, которые... Фильмы не для всех, там. Фильмы, я точно знаю, что есть фильмы, снятые без сценария. Это те фильмы, которые генерируют искусственный интеллект. А может, она там сначала сценарий провисывает? Нет, есть же прям такая рандомная вот история. Недавно шла трансляция, по-моему, когда просто прям здесь и сейчас создавался сценарий на основе всей той базы сценариев, которые были до. Значит, искусственный интеллект создавал персонажей. И это, по-моему, мультипликация. Вот. И все штампы, которые были, они прям создавались здесь и сейчас. И все шло таким онлайном, прям в режиме реального времени. Создавал в реальном времени. Да, искусственный интеллект создавал. Ну, там был трэш, конечно, но мне кажется, вот про то, что ты говоришь, это и есть. Слушай, прикольно. Я вообще видел, да, такие вот всякие штуки с нейросетями. Они просто страшным образом быстро развиваются. И я даже видел, что, по-моему, какой-то проект есть, который уже готов. То есть его выпускают типа сериал или какая-то корренткометражка. Полностью сделана нейросетью. И она выглядит прям реально нормально. Ну, то есть это мультипликация. Да, это понятно, что она не может пока сделать реальный фильм. Вот интересный вопрос. Как ты думаешь, скоро не будет режиссеров, не будет актеров, будет нейросеть генерировать фильмы? Как ты думаешь, такое возможно? Я думаю, что возможно все. И такое тоже возможно. Ну, просто вопрос в том, сможет ли не допустить это человечество. Потому что, по-моему, вот забастовка сценаристов в Америке, которая недавно была. И они себе выбили, по-моему, один из пунктов нового трудового договора, что нельзя будет использовать в какой-то мере сценарии, созданные искусственным интеллектом. То есть человечество сопротивляется, потому что чувствует опасность идущего. А по поводу режиссера, если, например, актер будет тоже не настоящий, а созданный искусственным интеллектом, то да, они договорятся, скорее всего. Но если актер будет настоящий, ну, хотя, кстати, это интересный опыт, с другой стороны. Если, ну, все равно нет. Если актер будет настоящий, он же будет спрашивать у режиссера, а что я здесь делаю, какая у меня задача, а какое у меня отношение там с другими героями, да. И на это нужно отвечать. То есть, в принципе, на это может ответить Алиса там, допустим. Зайдем на страничку такого-то, 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 и посмотрим ответ. И она будет говорить. Но, мне кажется, это все равно будет несовершенно. И нужен какой-то там, допустим, зоны молчания режиссера, когда он думает или смотрит на актера. И вот бывает же такое, что вот так вот делает режиссер. Понимаешь? Тут такое «понимаю». И актер выходит и делает. Да, это знаешь, как называется? Это как куриный, такой, типа, птичий язык между актером и режиссером. Обычно это возникает вот в творческой команде, когда долгое время работают и актер, и режиссер, и они уже друг друга понимают с полуслова. И вот он, допустим, пока пальчиком там может, да, или крикнуть что-то. Все, я понял, я понял. Или просто назвать какой-то предмет. Вот это то, что ты сейчас показал, я прям в начальную заставку буду вставлять. Да, да, да. Да, и тогда я не думаю, что искусственный интеллект может так объяснить, типа, что ты сказал, повтори. Слушай, ну, то, о чем ты говоришь, вполне логично. Но мне кажется, знаешь что? Что это будет работать в ближайшее время. А если там пройти, ну, не знаю тоже, как заглядывать так далеко во времени, но мне кажется, лет через 20-30 они уже смогут это сделать. Потому что, ну, это же все-таки вычислительная машина, да? Она знает все, что человечество когда-либо делало. У нее будет все это. Ну, ты понимаешь, что такой искусственный интеллект, да? Да. То есть, мне кажется, все-таки она сможет, еще может даже и лучше сделать как-то. Возможно, возможно. Ну, нет ничего невозможного. Может, реально будет такой робот, который вот будет как человек. Ну, тогда... Ну, это уже слишком далеко мы заглядываем. Да, тогда, ну, это достаточно печально. Ну, смотря... Надо этого не допустить. Забастовка. Терминатор. Забастовка гильдии режиссеров. Да-да-да. Или надо уничтожить тот чип, который сейчас разрабатывают. Как в какой-нибудь игре, да? Да-да-да. Задача какая стоит. Что касается нейросетей, я даже вот недавно видел чувака, который рассказывал, что сейчас многие какие-то компании, рекламодатели, они покупают тебя как диктора, ты приходишь к ним и записываешь свой голос для нейросети. И вот там одна девчонка, короче, это сделала, и этот парень рассказывает, ну, ты чем вообще думала, когда ты это делала? Ты просто сейчас, можно сказать, убила свою карьеру, потому что теперь твой голос будет использоваться нейросетями для озвучки всего, чего они захотят. Да. Бесплатно. Да. То есть, ну, вообще жесть. Это «Черное зеркало». Я смотрел. Первую серию нового сезона. Я просто забываю. А что там было? Там история про то, что зритель, который подписал договор, ну, там, типа Netflix, да, но какая-то другая компания, и она подписала договор, когда, чтобы ей установили эту программу, в котором там такой огромный договор, оказывается, был пункт, что они могут, Netflix может использовать жизнь человека, который смотрит. И она в какой-то момент, она, а у нее там любовник, там еще отношения. Да, да, все, я вспомнил. Да. И она смотрит, это про нее показывает. И тут рядом сидит молодой человек, который не знает про любовника, и вдруг он узнает. И потом, потом, значит, эту героиню играет Сальма Хайк. Да, 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 да. И потом они просто разбивают эту машину, да? Да, да, да. То же самое, да. Она отдала права, и Сальма Хайк, да. Все делает, все хочет, и все делает то, что делает вот эта героиня, про которую снимает фильм, потому что лицо этой героини в фильме, это лицо Сальмы Хайк продалась, да, и это невозможно остановить. Да, это действительно, мне кажется, это тоже проблема будущего. Да, я с тобой согласен. Надо ее решить как-то так. Так, как же решить эту проблемку? Ну, мы выяснили, почему некоторых актёров выбирают режиссёры. Но если в целом брать, как выбирают актёров? Как выбирают актёров? Ну, можно выбрать по знакомству, допустим. Я, мне нравится этот актёр, или там, мне нравится, например, эта девушка. Я такой думаю, позову-ка я её в главной героине. Это первый вариант. Второй бывает вариант, что ты пишешь прям сценарий под какого-то актёра. Известного. И тогда ты так выбираешь актёра. Ты представляешь этого актёра, и потом просто его приглашаешь. Но не всегда он попадает в этот кастинг. А потом придётся тебе переписывать? Нет, просто понимаешь, что есть актёр, который сыграет лучше. Третий вариант — это вот эти долгие, бывают быстрые кастинги. Бывают долгие кастинги, когда ты смотришь на огромное количество претендентов, и ты понимаешь, подходит ли он, не подходит, как он существует, нужно ли то, что тебе нужно как режиссёр, вытаскивает ли он в пробе или не вытаскивает. И тоже там несколько этапов. Сначала просто там проба, потом, допустим, с партнёром, потом и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И всё время ты как режиссёр сомневаешься. Это вот самый мучительный, самый сложный способ выбора актёров. Вот. И мне кажется, ну вот, это основные, наверное, такие выборы. Ну, интересно, да, интересно. Ну, кастинги, да, я предполагал, конечно, что по кастингам выбирают. Первые два пункта интересные на самом деле. За что ты любишь свою работу? Я люблю свою работу. Выброс адреналина, мощный выброс адреналина. То есть я испытываю, когда вот я выхожу, например, и знаю, что я веду за собой целую команду создателей спектакля, либо кинофильма, да, и я создаю чудо. Ну, я называю спектакль, либо кино, кинофильм чудом. Не из чего, из воздуха, просто вот, буковки, ты написал сценарий, выходят артисты, и всё это оживает. Твой текст, который, допустим, написан на бумажке, он оживает. Это чудо, вот. И ты ведёшь вот эту команду за собой, и ты понимаешь, что, во-первых, это уникальное. Такого никогда не повторится, вот. Во-вторых, ты за них, за всех отвечаешь. Право на ошибку не существует. Если ты ошибся, то у тебя будет огромное количество проблем. Как компьютерная игра, но в отличие от компьютерной игры у тебя нету права переиграть этот уровень, да. Ты только не скажешь, так, ребята, блин, что-то я тут тупанул, давайте это, давайте сначала начнём съёмку фильма, я всё по-другому скажу. Нет, тоже вот это вот, когда ты идёшь как по лезвию бритвы, да, направо-налево, и всё, и ты упал, если ты неправильно сделал, и потом вставать очень тяжело. И вот это вот даёт тебе какое-то необъяснимое ощущение кайфа игры на острие ножа. И потом, когда всё хорошо, ты всё снял, и у тебя получился спектакль или фильм, и ты смотришь его, ну, это одна история, и тебе нравится, допустим. А когда ты смотришь, и вот так вот в кинотеатре смотришь на тех людей, и они смеются, или они плачут, и ты понимаешь, что ты заставил их плакать и заставил смеяться. Ведь это же какие-то такие интимные вещи, ну, не каждый заплачет, да, не каждый засмеётся, да. А ты добился этого благодаря тому, чего ты сделал. И вот это самый кайф, когда ты понимаешь, что это всё благодаря тебе. Ни из чего, просто из бумажки. Пьеса ли, сценарий ли, ты всё это сделал, всё это раскрутил, поработал с актёрами, смонтировал, и люди смотрят и смеются. Вот это волшебство, и это придаёт тебе такие силы делать это дальше. Либо, если никто не смеётся, и все так сидят, что за шлак, ты такой думаешь, всё, я ухожу из профессии, больше я этим не занимаюсь. Но вот за минуты счастья, когда получилось, вот, наверное, это самое крутое. Очень красочно ты рассказал. Самое крутое. А тогда следующий вопрос. Простите, а какой вопрос был? Что-то я зафилософствовался. Следующий тогда вопрос, за что ты не любишь работу свою? Не люблю за то же самое. То есть это же огромный... Обоюдно острый, да? Да, как ни странно. Это же ведь огромная затрата энергетическая, и ты устаёшь, всем отдаёшь. Свою силу, да? Да, свою силу, и ты слабеешь. Вот за это не люблю, что мне приходится, наверное, делиться вот своей силой. Высасывает из тебя всю жизненную энергию. Да, но это я имею в виду, это вот как бы я объединил все проблемы, которые существуют во время съёмки фильма, да, или постановки спектакля. Но, конечно, когда получается, это перевешивает все. Не люблю. Как ты относишься к кинокритикам? Я к ним отношусь хорошо. Кинокритики — это их работа. Вот они получают за это деньги, и они должны это делать. А потом это некая всё равно обратная связь. Но вопрос в другом. Она субъективная. Кому-то может просто принципиально не нравится то, что я делаю. А может быть, я как человек, вот, например, ему не нравятся лысые, да. Типа этот чувак лысый, и он похож на того из... Из того детства, который меня чмырил. Да, 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 который бил меня. Вот. Это вот одно дело, да. Есть объективные критики. Есть, наверное. Но я что-то очень сомневаюсь в этом. Да, есть такие, которые, например, кого-то хвалят. Вот. Такие тоже есть. Всех хвалят, точнее. Всех хвалят. Такие тоже есть. Критики, которые всех хвалят. Такие тоже есть. Я думаю, что они должны быть, эти люди. Вот. Но мы от них получаем заряд, да. Заряд того, чтобы делать что-то дальше. Вот. Конечно, можно сказать, да, блин, эти критики, они вообще плохие люди все. Но, по сути, ведь большинство критиков, они говорят какие-то правильные вещи. Возможно, чересчур эмоциональные, да. Ну, потому что они все люди. Вот. Но зерно правды у них есть. Поэтому круто, что они существуют, и они направляют режиссеров и продюсеров всех, вот, кто делает кино. Достаточно позитивное от тебя отношение к кинокритикам, потому что, да, вообще, в принципе, критикам. Просто не знаю, кто критикует театр, но из тех критиков, которые говорят про кино, я вообще не могу ни одного не слушать, не смотреть. Как-то вообще, вообще не заходит их вот эта вот критика, мега субъективная. А вообще, возможно ли это, что они объективные? Возможно? Мне кажется, навряд ли. Ну, нет, возможно. Есть, ну, есть все равно правда в том, что они говорят. Вопрос в другом. Какой фильм они рассматривают? И по каким критериям? Допустим, если я человек, который все время разбирает в своих статьях арт-хаус, да, и я вдруг смотрю... Арт-хаус, я это слово, блин, искал. Да, арт-хаус. И я смотрю, например, фильм, жанровое кино, какую-нибудь комедию, да, где не это важно, а важен сюжет, история, комедийные ситуации, как играют, насколько комичные актеры, персонажи в этих ситуациях. То я, конечно, не могу по этим критериям суть. И, конечно, я сразу захейтию и скажу, типа, полная чушь. Вот. А если, например, я спец, критик, спец по комедиям, я рассматриваю вот с этой точки зрения комедию, то все равно я как критик что-то скажу объективное с своей насмотренностью. Опять же, насколько это комедия, какая комедия, да, бывает комедии, глубокие комедии. А бывает комедии поверхностные. Мне кажется, те, кто делают поверхностные комедии, те понимают, что они делают такую жвачку, которую вот пожевал и выплюнул, да. Соответственно, нужны, на этот фильм нужны критики, которые будут, как сказать, которые имеют опыт критики вот таких жвачек. Вот. И, соответственно, он тоже что-то скажет про этот фильм полезное. Ага. Вот. А если, конечно, рассматривать с точки зрения какие-то вот такие есть гуру критики, да, и вот они, ну, они, во-первых, не будут такие фильмы рассматривать. Рассматривать и как-то их разбирать какие-то такие развлекательные, да, жанровые, допустим, про Марвел, там, ну, про Марвел. Почему про Марвел? Про супергероев, вот. Они, как бы, будут заниматься своей специализацией. Вот. Мне кажется, что тогда такие критики неправы, разбирая вот такой фильм, который не подходит им по жанру. То есть еще они должны в определенном жанре, да, разбираться? Ну, да, да, да. Мне кажется, тогда можно не прислушиваться то, что говорит критик про этот фильм, вот, потому что, ребят, я снял для зрителя, для возраста 14-16 лет, и я вот просто, мне цель была такая. Ну, типа форсаж. Да, 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 чтобы ребята просто отдохнули, испытали какой-то кайф, вот, от гонок, допустим, вот, все, я больше ничего не ставил. Ну, вопрос другой, что режиссер, насколько режиссеру интересно вот этим заниматься? Мне вот неинтересно заниматься, снимать фильмы про тачки, 9-ю, 10-ю серию. Но, как режиссер, который снимает экшен, я бы, может быть, как сказать, я бы закусился на эту тему и постарался бы сделать бы так бы, как бы никто бы экшен не снимал про тачки, если бы я снимал бы форсаж. Вот, я вот так вот думаю. Хотел бы снять форсаж? Ну, вот, если такая цель, если снять не так, ну, как бы в рамках жанра, который мне предлагают, но найти какие-то новые сюжеты-повороты, да, новые формы съемки, не шаблонные, не те, то я бы, наверное, попробовал бы это снимать. Что-то придумать, что-то придумать, там, гонки в жанре хоррор. Ну, да, 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 да. Какую-нибудь такую штуку. Да, вот когда, например, есть такой фильм «Трансформеры. Темная сторона Луны», да, и он очень сильно отличается, так же, как, кстати, и, например, «Стражи Галактики», последняя часть, они очень отличаются. Отличаются, да. Да, да. И вообще «Стражи Галактики», вот эта вот история их, она очень отличается от Человека-паука, например, или там от Железного Человека, вот. Почему? Потому что они как смелые. А, вот про «Трансформеры. Темная сторона Луны». Ну, типа машины превращаются в роботов потом обратно, но когда я посмотрел этот фильм в кинотеатре, я просто с ума сошел, потому что там такие штуки были придуманы. Вот там вот момент есть на дороге, когда у них происходит сватка между «Трансформерами добрыми» и «Трансформерами злыми», вот. И там какие-то вот такие перевороты трансформеров, там он вылетает, перелетает в другую машину, как пассажир этого трансформера. И я такой, вау, что происходит, как мне это нравится, это такое развлечение крутое. Вот если снимать фильмы про тачки и идти вот в этом направлении, что-то новое в плане, искать что-то новое в плане развлечения, то тогда это круто. Я тогда буду за это браться. Где эти люди, которые… Так, ну, напишите уже, блин. Да, 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 я сделаю. Где лучше учиться на режиссерское мастерство? Лучше учиться где? Я думаю, что уж в жизни. Или в институте. В институте, да. В институте, ну, разное количество, и разные есть всякие на школу, да. Вот я, например, всем советую какие-то институты. Кому-то, может быть, такие не нравятся институты, куда идти надо на режиссуру. Кто-то, может быть, предпочитает не российские институты, а какие-то западные. Хорошая школа, там, чешская, да, чешский кинематограф, ну, американский кинематограф, тоже хорошие школы у них кинематографические. У нас, ну, мне кажется, есть такие вот мастера. Мастера, вот, это важно. Всё зависит от мастера, который учит этому. Вот, во ВГИКе есть очень крутые мастера по кинорежиссуру. Там вот братья Котты, по-моему, Кот. Сейчас я думал, скажешь, брать Коина. Да, Котты. Котты? Котты. Коты. Да, котты, вот. Они очень крутые режиссёры, и у них очень крутая своя, как бы, мастерская. Слушай, а если, например, брать вот парня какого-нибудь молодого или девочку, у которых, например, мало средств, да, и которые хотят учиться на режиссёра, куда бы лучше им пойти учиться? Вот в России, вот если в театре, я точно бы сказал, на режиссёра идите в ГИТИС на режиссёрский факультет, потому что режиссёрский факультет — самый лучший факультет в мире. Такая есть кричалка. Вот, то в кино с этим сложнее, потому что, ну, говорю, в ГИК там всё зависит от мастера. Везде вот есть ещё курсы кинорежиссёров и сценаристов, высшие курсы кинорежиссёров и сценаристов, но там, по-моему, после высшего образования нужно идти. Вот, и там тоже всё зависит от мастера. Там, по-моему, Хатиненко, как сказать так, хедлайнер всей этой истории. Вот киношкола «Индустрия» тоже всё зависит от мастера. Новая школа кино московская. Короче, можно идти, на самом деле, в любое место. Главное, чтобы мастер был хороший. Да, поэтому и так вот надо разобраться к тому, кому ты идёшь. Как-то связаться с выпускниками, поговорить, потому что частенько я слышу от режиссёров кинематографа, что все говорят, блин, я пролучился столько лет, а в итоге всё по-другому. Но бывают такие, которые прям рады и благодарят. Опять вопрос, который вытекает из предыдущего. Сколько зарабатывает режиссёр в России? Я думаю, что тоже всё зависит от ранга и какие фильмы ты снимаешь. То есть есть топовые режиссёры, которые снимают фильмы в космосе, да, они зарабатывают, понятно, что, ну, нормально. Ну, несомненно, да. Да, а есть режиссёры, которые снимают сериал, допустим, «Гадалка». Что? Да-да-да, они зарабатывают, ну, тоже нормально, наверное, ну, хотелось бы больше. Ну, да-да. Да. А сколько ты зарабатываешь? Я зарабатываю, это коммерческая тайна, я не скажу. Я сейчас как дуть буду, ну, скажи примерно, ну, скажи там, больше ста, там. Ну, конечно, да, конечно, конечно, да. Очень много работ, да, больше ста, больше ста. Это мотивирует, на самом деле. Да, ну, не в месяц, это за проект. То есть проект ты можешь готовить, допустим, ну, в кино, допустим, полгода. А, ну, да я понял, значит, неправильно я поставил вопрос, да? Да-да-да, там же нет такой зарплаты. Больше пятиста за проект. Не скажу. Ну, ладно, оставим это втайне. Ну, короче, нормально зарабатывают. Да, кинорежиссеры нормально зарабатывают, вот. Да, это хорошая профессия для зарабатывания. Бабла. Три лучших режиссера в мире. Живые или неважно? Не знаю. Ну, давай неважно. В мире Алексей Герман-старший, он очень крутой режиссер. Мартин Скорсезе и Стэнли Кубрик. Кубрик? Да. А какие фильмы у тебя любимые у Кубрика? Одиссея, космическая Одиссея, да. Потом с широко закрытыми глазами, шикарный фильм. Ну, заводной апельсин. Ну, вообще все фильмы. Ну, вот действительно, это тот режиссер фильма, которого ты смотришь и такой, блин, это круто, и блин, это круто. И каждый фильм, это круто. Вот для меня планку, он держит планку. Для меня вот это важный показатель хорошего режиссера. Да, да, да. Также и у Скорсезе. Ну, вот у Скорсезе сейчас после Ирландца, ну, ничего против не имею, но... Сейчас у него новый выходит фильм. Да, 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 да. Убийца Точной Луны, по-моему. Да, там играет, по-моему, Роберт Де Ниро и Ди Каприо, по-моему. Ну, Роберт Де Ниро у Скорсезе, это классика, по-моему. Да, 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 да. Но вот большинство фильмов у него, у Скорсезе, очень крутые, да. Ну, это все знают, там, Таксист, например, или Таксист 2, Таксист 3. Нет, таких не было. Такси 4, вот это, который с машиной. Такси 4, да, 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 маршрутное такси, да. Вот, ну, он, его тема гангстеры, итальянская мафия в Америке. Мне очень нравится, и вот актеры, там, Джо Пеши, например, Роберт Де Ниро, да, Аль Пачино, потом Леонардо Ди Каприо, он подтянул. Очень крутой режиссер, очень. Ну, и... Несомненно, да. Да, и Герман Старший, ну, это просто русский, российский режиссер, советский режиссер, который, вот, мне кажется, что он гениально работал с актерами именно. А мне нравится, когда я вижу в кадре, когда ты видишь, что так, актер никогда не сыграет без режиссера. Это нужно поработать с ним. А у него какие фильмы выделишь тоже все, да? Ну, вот, например, вот «Мой друг Иван Лапшин», шикарный фильм, «Хрусталев, машина», я когда посмотрел, просто был в шоке. Там есть такие сцены, ну, просто они гениальны и сыграны актерами просто, просто шикарно. Вот, ну, трудно быть богом. Надо мне вот этот пробел заполнить, потому что я не смотрел его фильмы. Кстати, там вот есть в «Мой друг Иван Лапшин», ну, не все это знают, потому что немногие видели этот фильм. В этом фильме играет Андрей Миронов. И он играет не вот это свое. Вот это все. Дима поет песню, танцует, да. Вот. Он там играет очень серьезную драматическую роль. И это говорят, что это, ну, это его победа. Это он себя впервые показал в кино как не артист комедийного жанра. И ты понимаешь, что сам бы он до этого бы не дошел. Это только благодаря режиссеру, который сломал его штамп. И, видимо, он как-то с ним разговаривал. Такой говорит, типа, во-во-во, типа, Андрей, подожди, подожди, подожди. Ты же понимаешь, что это такой материал. Надо тут, подожди, да. И там он делает просто все настолько мастерски. Если ты хочешь посмотреть Андрея Миронова не в его обычном образе, да, вот эта вот бриллиантовая рука и так далее, то посмотри, начни смотреть с этого фильма. Угу, понял, да. Всем советуем тоже начать. Да, это крутой фильм. Хорошо. Мой друг Иван Лапшин. А мой друг. Три лучших режиссера России. Например, Михалков. Он очень крутой режиссер. Но мне больше нравится ранний Михалков. Ну да, да, да. Он российский режиссер или он советский режиссер? Ну, назовем его. Мне кажется, что, если захочет, он сможет снять очень крутое кино. Мне тоже так кажется. Мне кажется, вот это он, Никита Сергеевич Михалков, это первый режиссер, который мне нравится. Второй режиссер, наверное, Валерий Тодоровский. Угу, слышал. Да, да, да. Сериал «Оттепель» всё. Ну, он действительно очень крутой российский режиссер. Кто мне ещё нравится? Из современных. Жора Крыжовников. Крыжовников? Да, Жора Крыжовников. Не знаю. Андрей Першин, который снял. Ну, тоже жанровое кино. Вот он снял «Звоните Ди Каприо». Горько. Но он снял. Горько, по-моему, смотрел. Есть отличный фильм с ним, короткометражка с Трибунцевым, Тимофеем Трибунцевым. «Проклятие» называется. О, кстати, это интересная короткометражка, где актёр приходит на кастинг и, в общем, просит, чтобы режиссёр дал ему роль. Ну, и он как бы себя показывает. Ты не видел это, да? Нет, нет. Посмотри, это гениальная работа актёра. Но, опять же, если актёр хорошо работает, то, значит, это хороший режиссёр работал с ним. Почему не назвал себя? Ну, я скромный. Кстати, Жора Крыжовников, опять же, не всем нравится, но он сначала театральный режиссёр. Он закончил мастерскую в ГИТИСе, режиссёрский факультет, мастерскую Марка Анатольевича Захарова. Ну, а Захаров сам крутой кинорежиссёр, да, был. И, соответственно, школа Захарова даёт знать. Ну, по поводу Жоры Крыжовникова, может быть, многие скажут. Я просто не знаю, кто это такой, так что я не могу тебе сейчас сказать. Понятно, понятно. Лучший фильм в мире. А, прости, прости. Я забыл. Звягинцев, я же говорил. А, Звягинцев, да. Тогда, извини, Жора Крыжовникова. Да, мы тебе и ставим Звягинцева. Андрей Звягинцев, конечно, конечно, он, я думаю, что он топ вообще, российский топ, потому что мастер, ну, просто мастер. Лучший фильм в мире. Лучший фильм в мире — это «Титаник». «Титаник» — хороший выбор. Я всем говорю «Титаник», ребята, лучший фильм в мире, потому что там есть всё. Ну, да, да. Опять же, у кого-то могут быть... Все сейчас, знаешь, за что критикует «Титаник»? За историю любви вот эту вот. Она какая-то не очень, если честно. Типа, у неё был там хороший муж, да, она там закрутила с каким-то вообще пацаном левым, да, в итоге кинула мужа, и так страдала по этому пацану, которого знал он вот буквально, сколько там это всё происходит. Ну, короче, мало. Это любовь. Ну, можно так, да, объяснить. Просто муж был, богатый муж был, скучный муж. Скучный? Да. А чё? Да, да, да. Ну, кстати, мне, наоборот, история любви, она очень подключает, и для меня она понятна. И герои, почему они делают такой выбор, для меня тоже понятно. Ну, и там, конечно, ну, там всё сложилось. Я просто считаю, что там есть и триллер, и драма, и боевик, и... Там вообще, блин. Да, 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 и экшен, и вот эти вот экшен, когда они из одной каюты в другую бегут от воды. Ну, это же просто мурашки по коже. Да, да. Даже сейчас ты смотришь, и ты за них переживаешь, хотя прошло столько лет. Но, опять же, кто-то может со мной не согласиться. У кого-то это другой фильм. Ну, субъективно, конечно, всё. Да, «Титаник». Лучший фильм, «Титаник». Всё, решили. Пишите в комментариях, какой фильм, по вашему мнению, самый лучший. Посмотрим. Да, да. Так, следующий вопрос. На какую камеру можно снимать? Да на любую. Вот так вот. Зак Снайдер снял, по-моему, какую-то короткометражку на айфон. На айфон Зак Снайдер снял. Есть такой сериал на Кинопоиске, по-моему. Есть сериал «Нежность». Анна Меликян. Такая режиссёрка. Режиссёр, я не знаю. Режиссёрка. Это по современному счёту. Да, я не знаю, как она хочет, чтобы её называли. Ну, в общем, режиссёрка. Ага. Вот. Мне нравится, кстати, режиссёрка. Когда женщин называют... Женщин режиссёров называют режиссёрка. Вот. И она сняла этот сериал весь на айфон. При этом в этом сериале играют такие артисты, как Константин Хабенский, Виктория Исакова и этот наш, как он, Цыганов. Не знаю. Слушай, ну это очень интересно. Да. Я только забыл, как он. На айфон снимали, и Хабенский там играет. Интересно. Надо бы заценить, на самом деле. А на какую модель она снимала? И Михалкова там играет, старшая дочка. А, да? Да. Я не знаю, но мне кажется, это на последнюю. Вопрос в другом. Ты можешь снимать, ну, на что угодно, да? Ну, как сказать. Ну, нет, есть, конечно, какой-то уровень. Ты можешь снимать на айфон. Вопрос в другом. Какое оборудование при этом ты используешь? Звуковое, световое. Если крутейшее световое оборудование, да, то свет очень много играет. Звук очень много играет при монтаже. Если это все очень хорошего качества, очень дорогое, ты можешь снимать на айфон спокойно. Ну, это да. Я даже как блогер понимаю, что свет, в первую очередь, да, играет важную роль. Вот это вот кино. Сколько времени уходит вот на создание спектакля или фильма? Примерно одинаковое количество времени на создание, ну, вот, спектакля. Например, бывает такое, что нет пьесы, пишут пьесу, ты делаешь распределение в театре между актерами, потом делаются декорации, ты начинаешь репетировать, и бывают, значит, репетиции длятся год. Бывают репетиции длятся один месяц. Вот, ну, в среднем, допустим, я думаю, что на спектакль тратится, на хороший, допустим, где-то месяцев шесть. В среднем, да? Да. У кино там же тоже, ведь, по сути, сама съемка кино — это самый маленький период по времени. Можно снять там за 20, за 20 дней, да? Вопрос подготовки тоже. Ну, кстати, вопрос подготовки вот здесь вот намного сложнее. То есть сценарий, бывает, что сценарий пишется, там, несколько лет, да? Да. Или, там, один год, и потом снимается 20 дней, и после этого делается постпродакшн. Постпродакшн тоже может, там, идти полгода, да? Ну да. Может быстро, например, если нужно к какому-то событию это сделать. Наверное, все-таки больше, дольше делать кино, чем театр, чем спектакль. Ну да, наверное, да. Все-таки еще постпродакшн там все. Да, да, да. Но сам съемочный период, вот, он занимает меньше времени, чем репетиции спектакля. Ты меня прямо это... Я выключаюсь, начинаю тебя слушать и все забываю. И начинаю спать. Тоже на эту... Я буду делать так, когда ты будешь засыпать, я буду делать так. Вау, вау, вау. Насколько объективны оценки на кинопоиске? На кинопоиске? Ты имеешь в виду вот эти звездочки? Ну, оценка. Вот там есть 8, и 3, там, 9, и 3, 5, и 5. Однозначно не объективно. Ну, понятно. Ну, все понятно. Я недавно посмотрел фильм. Я болельщик, хоккейный болельщик. Я посмотрел фильм про свою любимую команду, Металлург, Магнитогорск, и их дерби с Челябинским трактором. И фильм, ощущение такое было, что фильм снял человек, который не разбирается в этой теме. Извини меня. Человек, который снял этот фильм. Ну, правда, если ты хочешь со мной поговорить на эту тему, я готов. Адрес, адрес, давай, скидывай. Да, 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 будет в описании к этому видео. И я такой думаю, я гневный поставил один. Я потом такой смотрю, там, 7,4. Я такой, типа, что происходит? Кто эти люди, которые поставили 7,4? Это же не так. Может быть, как раз те люди, которые не разбираются в хоккее. Да, те люди, которые не разбираются в хоккее, мамы, папы, самочная команда и так далее, всех, кого попросили, такое было ощущение. Поэтому и частенько такое бывает, что ты смотришь рейтинг у кого-то очень низкий, а фильм просто тебя задевает заживо. И ты такой, почему такой низкий рейтинг? Да у некоторых фильмов лауреатов Оскара меньше рейтинг. Да, 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 чем у русских, например, каких-нибудь комедий. И ты такой, что происходит? Понятно, что это не объективно. Вопрос в другом. Я как бы призываю, если вы смотрите Кинопоиск и вам важны рейтинги, читайте отзывы. Они там чуть ниже есть. Отзывы людей, которые пишут про этот фильм. Свои какие-то мнения, что хорошо, что плохо. И там тоже, по-моему, ставят плюс или минус. Там есть такой вот плюс или минус. Или нейтрально. Там вот чуть-чуть по-другому. Читайте вот это. Потому что там, по большому счёту, пишут люди, ну, если это всё равно больше ответственности, когда я просто поставил оценочку, да, или я написал, расписал... Почему, да. Почему, да, я беру за это ответственность. Можно даже просто посмотреть фильм, и количество плюсиков, количество минусиков. Вот. Если количество плюсиков намного больше, неважно, какой там рейтинг, смотрите этот фильм, потому что действительно он достойный вашему вниманию. Многим понравился, да. Да. Я как зритель, например, мне вот какой-то фильм не понравился, допустим, да. Я такой тоже захожу на кинопоиск, ставлю единицу, а потом вот как-то я начинаю читать отзыв, да, или какую-то информацию про съёмки фильма, какие-то детали, да. Например, о режиссёре, какие там приёмы он делал, какие актёры там играли. То есть, как это называется, предысторию, что ли. То есть, ты узнаёшь именно актёра лично, да, и ты такой уже немного по-другому начинаешь смотреть на то, что тебе не понравилось. Это такой, блин, а вот почему тут так, да? А тут это всё-таки оправдано вот какими-то такими действиями, да? Вот. Это вот тоже интересно. Просто обычный зритель, он не будет разбираться, заходить, читать, да. Ну, если так ему прямо очень интересно, да, он зайдёт. И поэтому, блин, вот это обидно. То есть, да, то, что там много нюансов мы не видим и ставим плохие оценки к фильму, вот. Да, я согласен, да. Важно, да, важно. Ну, если это не интертеймент, не развлечение, которое, ну, играет на чувствах, на знакомых чувствах человека. Если это глубокий фильм, какой-то о личном, да, то ты, когда смотришь, и там, почему так долго? Это невозможно. Когда это закончится? Почему он так долго идёт по этому коридору? Вот, это, а потом ты читаешь, допустим, это некий образ, связанный с тем, я говорю про то, что, когда ты смотришь какой-то фильм глубокий, нежанровый, то ты должен подготовиться. Ну, да, да. Ты должен понять, ну, ты должен хотя бы просто прочитать действительно биографию этого режиссёра, потому что, по сути же, каждый режиссёр снимает кино про себя. Да, 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 да. И ты когда, ну, начинаешь читать, какие там у него по жизни были проблемы, что он там пережил, ты вот немножко по-другому начинаешь смотреть на фильм. Даже можно взять в пример фильм «Барби», вот сейчас, который вышел. Да, да. Например, вот девочка написала, блин, мне вообще не понравился там этот фильм. Я говорю, а что ты ждала от фильма, ну, типа «Барби», что там может быть такого, что тебе не понравилось? Она пишет, ну, вот мне не понравилось, толком объяснить, ну, не может. Вот я объяснил, почему мне понравилось. Потому что я увидел много отсылок в фильме. То есть это интересно наблюдать, да, какие отсылки в фильме режиссёр ставит. Мне интересно было наблюдать за критикой феминизма, за критикой мускулинности, да. Вот всё, там же много. Это такой, на самом деле, очень неповерхностный фильм, да. Она там стебётся и над одной стороной, и над другой стороной. Мне вот просто интересно было наблюдать. Нет, ну, конечно, мне понравился «Барби» из-за Райана Гослинга и Маргу Робби. Это, наверное, в первую очередь я пошёл на него. А так вот просто некоторые люди, они ставят плохие оценки, они просто не понимают, что там происходит. Хотя вот с моей точки зрения это элементарные вещи, да. А вот кто-то вот просто идёт посмотреть фильм, и он думает, что будет там «Барби» от Кристофера Нолана, а это «Барби» от Греты Гирвик. Вот, понимаешь, вот такая ситуация. Ну да, бывают иногда просто фильмы, которые настаивают, знаешь, вот на точке зрения настаивают какой-то вот, ну, например, вот там феминизм, да. И вот они про это. И ты такой уже, ну, сколько можно? Ну, понятно, все мужики плохие, это всё понятно. Мы все вас там, девочки, мучаем, там, абьюзим и так далее, да. Бывает, и такие перекосы, и, ну, тоже ведь у режиссёра это что-то личное. Скорее всего, да. Связано. Она же, ну, он или он, допустим, не глупые люди, они же ведь... Ну, как посмотреть, на самом деле. Может быть, и не глупые. Ну, мне кажется, что глупые люди режиссёрами хорошими. Ну, может быть. В Голливуде не снимают. Не могу судить. Потому что... Так, какого бы тупого режиссёра нам взять на новый фильм? Самый тупой режиссёр в мире. Да. Какой? Самый тупой режиссёр... Так ещё и не скажешь, потом засудят ещё тебя. Да, 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 да. Мёртвый режиссёр. Ну, мне кажется, ну, нет, нет такого. Потому что всё равно каждый фильм — это как бы некая философская концепция. Просто знаешь, да... А, я знаю. Самый тупой режиссёр — это искусственный интеллект. А, он меня не засудит. Вот так вот. На тебе, на! Потом в будущем сможешь себя ещё засудить потом. Пусть только попробует, да? Просто, знаешь, я с какой позиции сужу? Есть люди, например, которые, ну, допустим, много зарабатывают. Там тот же, не знаю, чтобы взять какого-нибудь ни нашего, ни отечественного, чтобы он меня не засудил. Ну, допустим, какой-нибудь... Ну, Стивен Спилберг. Не, ну, Спилберг, не-не. Я... Давай не Спилберга возьмём, но как бы всё-таки я считаю, что Спилберг красавчик. Согласен. Возьмём вообще не режиссёра, возьмём какой-нибудь, например, Илона Маска или Билла Гейса. Все, весь мир знает этого человека, и все там такие, блин, нафига, он умный, он крутой, там, у него SpaceX, он ракеты, там, вкус... Иногда бывает, выдаёт такую херню, и ты такой, чел, ты серьёзно, блин? Просто мне кажется, что, возможно, многие люди, которые чего-то добились, это не факт, что они реально там какие-то неглупые, да? Возможно, с режиссёрами бывает то же самое, с именитыми режиссёрами. Ну, смотри, допустим, если я режиссёр, я же вот, когда делаю фильм, я же выхожу к актёрам, я начинаю с ними работать, ну, то есть они смотрят на меня, и если они видят, что я тупой... Я тоже вставлю в начальную заставку. Они не будут меня слушать, они скажут, ты тупой, чувак, и они скажут потом продюсеру, продюсер скажет другому продюсеру, а этот скажет этому, актёру, а этот скажет этому, и вот так вот сарафанное радио, и всё, тебя нет как режиссёра, да? А если ты глубокий режиссёр, да если ты просто не тупой, то у тебя есть возможность выжить. Может быть, ты не тупой в плане создания сценария, фильмов, да, а вот, например, по каким-то там жизненным параметрам, ты можешь быть тупой. Я согласен, бывает такое, что ты не приспособлен к жизни, но ты крутой режиссёр, и таких примеров много, да. Ну вот, да. А что, надо покупать стиральный порошок, а я не знал? Вот бывает такое, да, настолько инфантильные личности, но и тоже можно понять, они занимаются только искусством. Для меня важно, например, вот если я посмотрел какой-то фильм, мне очень понравился режиссёр, и потом он даёт какую-нибудь просто неведомую херню, впечатление очень-очень портится от этого. Я понимаю, что ты снимаешь крутые фильмы, ну, чел, мне очень интересно, какой ты человек сам по себе. Я согласен. У режиссёра, как бы, это одна из его, ну, ипостаси, это публичность, да. Да, 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 ну, как у актёров сейчас. Да, 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 и ты должен чётко контролировать, что ты выдаёшь. Репутация, потому что действительно очень много в кинобизнесе, да, и также и в театральной, ну, это не бизнес, в театральном искусстве строится на репутации сарафанное радио. И что ты говоришь, если ты сказал что-то странное или, допустим, спорное, то ты должен нести ответственность за то, что ты сказал. Вот сейчас, особенно в Голливуде, сейчас много актёров просто отменяют, то есть там же вот в «Мандалорце» играла Джина Карана, она как бы боец, ну, и актёр. Вот, и она там что-то тоже какое-то высказывание, что-то написала, и в итоге её уволили, его уволили просто из сериала, там хай помялся. И вот так вот надо следить за словами, чтобы не сказать, что лишнего. Да, да, но в России не так это развито, конечно, в России за это не... Ну, даже не знаю, вот я тоже не особо слышал, но если человек там критикует то, что сейчас происходит, то ты подумай вообще, что ты сейчас огородишь, да. Да, есть уже. У тебя любая позиция может быть, но... Примеры есть по поводу этого. Да, да, да. Вот, ну, да, это работает, да. Ну, поэтому могу сказать одно, если ты публичный человек, то как бы фильтруй базар. Да, реально. Зачем смотреть кино? Кино — это отражение реальности, действительности, вот, и... Форсаж особенно. Да, да. И чтобы понять, как существовать в этой действительности, насколько она изменилась, ну, мне кажется, мы черпаем это. Как строить отношения, как меняться в зависимости от действительности. Потому что если человек, например, который жил в 80-е годы, посмотрит современное кино, и он такой скажет, по-любому скажет, что происходит, что происходит, почему, почему про это снимает кино, где любовь? Да, 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 да. Массаж — это просто отдохнуть, развлечься и попереживать. И сказать, что? Как это возможно? Да, да, да. Ты летаешь в космосе на машине. Там Бен Дизель вылетает, там танк едет, что-то там он падает в машину, такой, и нормально такой. Да. Ну, там просто нужно приходить с тем, чтобы я смотрю это кино, чтобы просто кайфануть, отдохнуть. Ну, да, да. Просто поугарать можно. Да, посмеяться, комедия, посмеяться, мелодрама, поплакать. Тут тоже ты сказал, что нужно вот как-то отражение действительности в фильмах видеть. Однако есть тоже такие вот тупые фильмы, и понятно, что на взрослого человека это не сработает. Есть какие-то тупые мелодрамы, типа «После», там, не знаю, знаешь, такие. Ну, я просто, мы пошли в кино, я не знал, на что мы идем, я просто весь фильм ржал и просто от кринжа умирал. Да. Ну, и мои друзья тоже. Да. Вот, а такие маленькие девочки, там, смотрят эти фильмы, и они такие, вау, это так должно быть. Обман, да, отражение действительности, они такие, все, я так и живу. Да, и жду такого себе принца на белом коне, который придет там. Да. Зачем смотреть спектакли? Да, то же самое. То же самое, да. А, еще важный момент, ну, это и про спектакли, и про кино, конечно, самый, наверное, важный момент. Я смотрю кино и спектакли для того, чтобы испытать эмоции, которых мне не хватает в жизни. Я вот смотрю, я плачу, смеюсь, либо, наоборот, я сижу и переживаю, что сейчас умрет или не умрет, умрет или не умрет, а фуф, не умер. И я такой, фуф, умер. Нет, не умер. Вот так вот. То же самое, да, ты правильно сказал, с фантастическими фильмами. Ты в жизни никогда такого не увидишь. Вот тот же самый «Интерстеллар» ты смотришь с заворожением на все эти черные дыры, космос, полеты такие, блин. Это же нереально круто. Ну, ты никогда этого не увидишь. А тут на экране тебе режиссер показал, с какой-то долей прям объективности это все показал. Это очень круто. Ну, кстати, вот у меня есть друг, он вообще не переваривает. То есть такое кино. Что вы там мне показываете? Ну, нафиг мне. Я там «Брат» посмотрю, вот «Брат» мне нравится, а вот «Фантастику» что-то вообще. Тоже, да. Да, есть такое. Или там про «Хоббитов». Типа «Эти маленькие чувачки с мечами». Ничего не понимаю вообще. Да, да, да. «Доромир», «Арндромир», «Хандромир» кто они друг другу? «Блогер» может стать актером. Ты про себя спрашиваешь, можешь ли ты стать актером? Блин, про себя, ну, не знаю. Я бы, наверное, хотел стать, но я понимаю, что объективно, да, мне нужно учиться. Прокачаться, да. Да, прокачиваться. Ну, просто мне тоже неудобно говорить, вот «хочу стать актером». Люди учились годами, то есть для этого, чтобы стать актерами. Я такой тут красивый из-за того, что у меня много подписчиков, приду и буду сниматься в кино. Мне неудобно. То есть мне хотелось бы, такая вот какая-то мечта, да, у меня есть, сняться в кино. Но я вот про себя особенно сейчас не думаю. Просто вот я вижу тенденцию, что блогеры, многие, их зовут в кино. Даже вот опять-таки я смотрел Алексея Нужного, и он говорит, я иногда захожу, листаю вот эти вот, и смотрю вот этих вот блогеров, которые снимаются на камеру, снимают какие-то там эмоции, скетчи, да, и вот иногда как кого-нибудь могу зацепить. Для меня это удивительно, на самом деле, что типа он так ищет актеров в себе. Да, вопрос, с какого дубля он снял, это эмоции, да, потому что, опять же, я выбираю лучшее, да, и возвращаясь, может ли блогер стать актером, киноактером, конечно, может. С пятого дубля, с десятого дубля, но с пятидесятого у него получится. Ну, мы говорили, да, что а вот спектакля уже нет, не получится. Так что ты можешь стать актером, спокойно, просто нужно прокачаться чуть-чуть. Надо пахать. Да, нужно пахать, да, пахать, пахать, пахать. Пахать как, вот ставишь камеру, что-то там играешь, потом смотришь, нет, не очень, снимаешь снова. Ну, опыт, опыт, да. Многие западные актеры, не знаю, как наши актеры, но вот точно, что многие, даже большинство западных актеров отлично поют. Их прям, почему? Их прям учат в этом, в киношколе петь? Ну, вообще, да, это, вот я говорю про диапазон актерский, да, и если актер хорошо поет, это добавляет ему бонусов в борьбе за роль. Ну да, какие-нибудь мюзиклы там, да, в тот же Барби, вот Гослинг там вообще горланил. Да, но опять же, тут момент такой, что это все можно свести на монтаже, это может петь не он и так далее, вот, а можно взять такого актера, который поет, с этим будет меньше проблем, не нужно будет там, кто по-настоящему поет, певца какого-то приглашать. И то есть, конечно, это супер важно, если ты еще классно танцуешь, классно поешь, еще умеешь жонглировать, допустим, и я не знаю, что, танцевать брейк-данс с завязанными глазами, подвешенным, там, я не знаю, к потолку на одной ноге. А еще ты инженер, и там еще сломалось, пойдешь починишь. Да, 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 и при этом фехтовать и скакать на лошади, тебя сразу возьмут во все фильмы, скажем, о, ничего себе. Универсал просто, ох. Да, 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 и поэтому это важно, действительно, актер должен уметь петь, если ты не умеешь петь, то ты научись. Да, учись, блин, петь. Да, да, да. Сколько денег надо, чтобы снять кино? Я думаю, что если, опять, смотря какое кино, смотря какое кино, смотря какое кино, если это для домашней радости, для родителей, можешь снять за бесплатно. Ну да. А если ты делаешь фильм с целью послать его на фестиваль, то сразу закладывай туда аренды оборудования. Это самая дорогостоящая статья. А вот давай по минимуму возьмем, сколько нужно. Ну вот смотри, я, допустим, просчитал, я написал сценарий с короткометражки, я хочу быть режиссером, и я надеюсь, что мне удастся снять этот фильм. У меня 17 страниц, каждая страница — это одна минута времени фильма. Мы посчитали, что где-то потребуется по минималке 17 минут фильма, короткометражка наша будет стоить миллион семьсот. Вот. Нихрена, блин. Представляешь, да? Это с арендой оборудования? Да, это с арендой оборудования, но это еще так, очень, как сказать, очень по-изи, да? Вот. Там экономим, на актерах экономим, на локации экономим, там, и так далее. Мы за бесплатно, как режиссер-сценарист, работаем. То есть вы, получается, с этой короткометражки ничего не получаете? Нет, с короткометражки мы получаем, если это на фестивале, то мы можем как заявиться, да. Вот. Если полный метр, ну, там можно продать на платформу, либо там можно как-то купить на телевидение, в кино, прокат. Там это можно отбить. То есть здесь вот, да, возвращаясь к короткометражке, 17 страниц, миллион семьсот, одна минута стоит сто тысяч. Ну, и вот, рассчитывай, если хочешь снять нормальное кино, ну, сейчас, наверное, даже подороже уже, ну, где-то сто, одна минута рассчитывай, сколько у тебя сценария, одна страница сценария, одна минута, соответственно, одна минута сто пятьдесят тысяч. Охренеть. Вот, и рассчитывай, сколько твой фильм идет. Короче, не буду я режиссером. Длинный вопрос, я его зачитаю, потому что, наверное, уже не запомню. Если сценарий пишет сценарист, снимает оператор, актер играет, одевает костюмер, то что режиссер делает вообще на площадке? Режиссер чилит. Сидит такой, ребята, я здесь режиссер. Пивандри попивает. Да, 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 коктейль. Ну, в принципе, все, вот и ответ. Ну, режиссер работает с актерами. Главная функция, находясь на площадке, понятно, что большинство режиссеров лезут вообще во весь процесс, да, начиная от подготовки к съемкам и заканчивая постпродакшен. То есть они, видение режиссера, они... Можно сказать, что режиссер все, что делают остальные, он согласовывает это? Ну, да, он говорит да или нет. Да, нет, вот так вот, нет, нет. Не подходит. Да, но в частности, вот на площадке он работает с актерами, все. Он разбирает сцену, он репетирует, он говорит актеру, что ты здесь хочешь, какие у тебя препятствия. Ну, короче, если там костюмеры сделали какие-то костюмы, и режиссер считает, что они не подходят, он такой, нет, давайте другой, да, ну, образно говоря. Да. Интересный вопрос, достаточно глупый. Может работать два режиссера над одним проектом? Да, может, конечно. Да? Да. Братья Коэн. Работают. Коэн. Братья Вачовские. Вачов... уже сестры. Уже сестры Вачовские. Работают? Работают. Так. Ну, вот яркий пример. А ты когда-нибудь работал с двумя? Ну, то есть ты и какой-нибудь еще режиссер? Ну, нет. Это именно должны быть братья. А, да. Реально? Либо сестры. Да-да-да. Слушай, а другой посторонний человек реально не подойдет? Это же нужно спеться с ним, да. А если вот я, например, с этим человеком живу, там, с трехлетнего возраста, то я с ним, вероятнее всего, делаю один фильм, и я с ним спелся. То есть это нужно знать человека, да, чтобы у вас были общие какие-то взгляды на жизнь, взгляды на кино. Конечно, 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 только так. Ну, это будет скандал, это будет борьба за лидерство, если с кем-то параллельно еще делать фильм. Ну, кстати, сериалы так, по-моему, и снимают большие, которые вот 150 миллионов серий, вот, потому что там надо снимать контент быстрее, 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 быстрее. И там прям по эпизодам они даже не понимают, что было до, эти снимают, эти эпизоды, эти снимают, эти эпизоды. Там такое есть. Слушай, даже вот одни из нас, сериал, да, насколько я знаю, там над одной серией работал даже наш этот Кантемир Балагов, но что-то у них там не срослось. Да-да-да. То есть там каждая серия вроде, ну, примерно, да, каждая серия снимает отдельный режиссер, то есть работает над ней. Ну да, но это вот в процессе, это как бы такое есть, когда ты снимаешь по серии, да, в сериале, но все равно на площадке ты один, как режиссер, вот, и ты снимаешь эту серию, ну, понимаешь, да? Да. А не то, что, типа, мы вдвоем сидим такие, кто? Я и он, и мы такие, типа. Такой, надо сделать так, говорит, нет, надо сделать так, надо сделать так. Ты тут убьешь его, нет, ты его не убьешь, ты чуть-чуть его придушишь. Кто важнее всех на съемочной площадке? Актер. Актер, да? Конечно. Не будет актера, чтобы им показывать природу, кустики. Я думал, ты сейчас скажешь, или режиссер, или режиссер-постановщик, например. Нет. Понял, интересно. Актер, актер. Кто такой второй режиссер? Второй режиссер — это тот человек, который, это руки режиссера, и он отвечает за планирование, за организацию процесса съемок. То есть кто, когда приехал, там, хронометраж, все на месте, эту сцену сняли, он все контролирует, эти пришли, эти ушли, там, декорации такие стоят, реквизит такой-то, такой-то. Короче, правая рука режиссера основного, да? Да-да-да, потому что тоже у меня был такой опыт, когда я делал фильм, и я был и второй режиссер, и первый режиссер. И ты понимаешь, что просто сил поработать, если ты занимаешься этими организационными делами, еще плюс время, надо быстрее, быстрее, быстрее. У тебя сил поработать надо с актерами, самое главное. У тебя просто нет. Вот. Понятно. Ну, короче, я понял, чем примерно занимаешься. Это очень важный человек, но не важнее, чем актеры. Понял. Он второй по важности. Да. Ты смотришь супергеройское кино? Да, я смотрю супергеройское кино. И последний фильм, который я посмотрел, супергеройский, это «Стражи галактики», последняя часть. Понравились? Да, понравились. И вообще мне нравится супергеройское кино, когда там присутствует ирония. Ну, потому что про супергероя... Дэдпул, например. Да. Но там, вот именно вот там, вот эта тема, что они настаивают на этой иронии. Вот. И в какой-то момент ты уже такой, ну, понятно, сейчас он будет такой шутить, такой ясно, все. И уже это не вызывает те эмоции, которые вот, например, в «Стражах галактики», когда... Неожиданно. Неожиданно, да. И они обсмеивают саму ситуацию. То есть вроде как все пафосно такие. Да, да, да. Приземлились на планету. Что-то разговаривают. Ты умерла, так далее. Да, я не умерла. И потом, ребят, мы слышим ваш разговор. Хоп, и все обнуляет. Вот такие штуки, сценарные, да, такие ходы. Вот ради них я смотрю вот «Стражи галактики». Например, «Бэтмена» я не смотрю, потому что тяжелый. И они ничем не разбавляют. Там нет юмора. Тяжелый сериал, тяжелый фильм. Последний с Паттинсона, который... Да, 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 да. И там тоже настаивают вот на этой мрачности и так далее. Хотя вот самый крутой фильм про «Бэтмена», да, это «Темный рыцарь». Ну да, да. Кристофер. Как по мне тоже, да. Хотя мне и «Африк» нравится, и в какой-то степени «Паттинсон» нравится. Просто они очень разные. То есть герои, да. Да, тоже в чем суть. Не было бы Джокера в «Темном рыцаре», мне кажется. Фильм был бы совсем другой. Да, да, да. Хитлэдер там зарешал. Да, да. Ну и в принципе там злодеи такие все очень фактурные, очень интересные, харизматичные. Да. Режиссер и режиссер-постановщик «Заклятые враги». Нет, это знаешь как, это эго и альтер-эго. Вот сейчас во мне включился режиссер-постановщик. А вот сейчас я режиссер. Ну, короче, они схлёстываются во время съемок у них. Ну, вообще, мне кажется, это один и тот же человек. С тобой чуть пообщались за кадром, и я почему-то думал, что разные. И режиссер-постановщик всегда спорит с режиссером. Да, и поэтому я подумал, что это один и тот же человек, который режиссер, и режиссер. Я режиссер-постановщик, а я режиссер. Это как два режиссера, в общем, да. Есть второй режиссер. Это другой человек. Да, другой человек. Так же, как художник-постановщик. Иногда художника называют художником-постановщиком. Один и тот же человек. Режиссер-постановщик и режиссер. То есть это один и тот же человек. Да. Да, да. Сейчас это на смысле? Один и тот же человек. Ага, ага, один, понял. Да, да, да. Хотел бы снять фильм в Голливуде? Конечно, хотел бы. Да. Я же сказал, форсаж, где мой форсаж? Точно, блин. Какая? 15-я часть, я готов. Да, всё, пишите, звоните, пожалуйста. Да, пишите, 15-я часть. Ну, вообще, это действительно большая ответственность. И вот в данный момент я бы хотел, но очень страшно. Большая ответственность. Конечно. Конечно, там просто сотни человек. Те, кто выходят на площадку в Голливуде, они просто отвечают за какое-то огромное. Если они подведут, это будет, ну, всё, это точка в твоей карьере. И к этому нужно подойти. Так же, как и постепенно ты вырастаешь, режиссер снимаешь короткометражки, потом чуть побольше, потом полный метр, а потом сериалы, потому что это огромная дистанция. Ну, так по жизни, да, это всё работает, в принципе. Да. Потому что я вот вчера ездил на съёмки на канал 2HD2. Я никогда в жизни не подумал бы, что я смогу выйти, там тоже такая, там зелёнка, типа огромная студия, выйти ещё и хорошо сказать там всё, и хорошо себя показать. Но это всё, я к этому шёл вот и долго-долго-долго. Да. Сначала одно, потом другое, сейчас ещё подкаст записываю. Да. То есть так же и там, я понял. Это как бы финальная стадия, снимать кино в Голливуде, это вершина. Тот же Балагов, он же тоже какие-то премии, номинирует его на премии какие-то, на Каннский кинофестиваль, по-моему, да? Да, 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 с Дылдой, по-моему, там получил, да, да, да. Ну, тоже постепенно шёл, да, постепенно. Толерантность в западном кинематографе. Хорошо, плохо, как относишься? Наш кинематограф — это западный кинематограф или нет? Не понял. Ну, то есть мы наш относим кинематограф к западному кинематографу? Наверное, нет, давай отделим. Всё, хорошо. Толерантность в западном кинематографе — это хорошо, потому что он же, опять же, мы же говорили про то, что кинематограф говорит про сегодняшний день, да? Соответственно, если кинематограф толерантен, то он берет темы, которые актуальны сегодня. Они могут быть актуальны в одной стране, могут в регионе быть актуальны, могут там во всем мире. И толерантность, она способствует расширению тем. Я прорабатываю, допустим, фенеминистическую, допустим, какую-то тему, да, и я рассматриваю вот эту историю. Я, допустим, какую-то тему там про священников, например, которые меня очень волнуют, прорабатываю. И я туда, я иду в какую-то религию, да, и открываю эту тему, раскрываю эту тему в кино, в своем кино. И мне кажется, она позволяет новые соки, новые точки зрения на какие-то вопросы, которые раньше мы даже не задумывались, что про них можно разговаривать в кино. Поэтому она необходима, толерантность. Но, конечно, без каких-то перегибов, без злоупотреблений. Согласен с тобой. Но тоже вот ты с такой позиции. Вот интересно, когда ты говоришь не просто со зрителем, да, а вот когда говоришь с человеком, который занимается непосредственно этим, и вот ты открываешь с другой стороны этот вопрос. Были ли драки на съемочной площадке или какие-нибудь другие случаи? Например, много руганий там, или кто-то сильно повздорил друг с другом? У меня не было, в моей практике не было. Тут тоже такая штука, что, в частности, кино, и там больше это. Репутация, вопрос репутации много решает того, как ты ведешь себя на сцене, на площадке, на съемочной площадке. На этой, как ее там. Вот, на лежанке. И то есть, если, ну, представляешь, да, я такой, вдруг мне что-то не понравилось, я такой начинаю орать или драться с кем-то, то те люди, которые вокруг, они такие, блин, это жесть. Скажем своему боссу, мы больше не будем звать его там в осветители, или там, например, скажем своему, скажем его агенту, и больше не будем с ним работать в кино, не будем приглашать его в нашу историю, да. Надо думать, да. Если ты пришел пьяный, там, допустим, с кем-то подрался, то про тебя будут говорить в кругах, и с тобой будут не связываться, да. И поэтому в театре больше проблем с этим, да, потому что там все равно такая, как бы, такая более театр. Каждый театр — это свой мир. Такая статичная, более статичная обстановка, вот, неподвижная. Не так работает сарафанное радио. В кино твоя репутация супер важна. И поэтому, опять же, ты должен контролировать каждое свое действие. Если ты хочешь подраться, иди к себе там в этот вагончик, да, там, и побей стену, побейся, или там... Головой об стену. Головой об стену, да. Или, допустим, не знаю, выйди там, прокричись. Да, вот. Так что лучше не надо. Блиц. Нолан или Балабанов? Балабанов. Гарри Поттер или Хоббит? Хоббит. Я Гарри Поттер недавно посмотрел, и, конечно, Хоббиты еще больше утвердился. Райан Гослинг или Константин Хабенский? Константин Юрьевич Хабенский. Большой привет Константину Юрьевичу. Здравствуйте. Тарковский великий режиссер. Был бы великим, если бы не сжигал животных, не убивал животных в своих фильмах. Это реальный факт. Офигеть, я не знал. Да, да, да. Много убил. Непростительно. Поджег корову во время Андрея Рублева, съемок Андрея Рублева. Есть прям кадр, можете вбить в Ютубе, там действительно есть кадр. Ужасно, ужасно. Ну, они оправдываются, говорят, там чем-то была обработана корова и так далее. Нифига подобного, я в это не верю. Действительно. Мне кажется, это невозможно соединить гений и убийство животных. Я не знал об этом. Тоже вот с другой стороны сейчас я взглянул на Тарковского. Да, да, да. Мне очень нравится он. Талантливый режиссер, поэтому просто талантливый. Советское кино лучше нашего современного кино? Мне кажется, одинаковое. Одинаково хорошее. Да, понял. Какой жанр будет популярен в ближайшее время? Жанр будет такой популярен, я думаю. Любой жанр, но с возможностью зрителя выбирать дальнейшее развитие сюжета. Понимаешь, да? Интересно. Ну, то есть вот интерактивный. Да, интерактивный. Интересно. Этот выбирает это, этот выбирает это. И вот он как бы сам становится создателем жанра. Брат, заслуженно культовый фильм в нашей стране? Да, заслуженно, потому что там есть герой, герой времени. Сто миллионов долларов или снять хорошее кино? Снять хорошее кино, потому что хорошее кино останется навсегда. В истории? Да. Бурунов или Ди Каприо? Конечно же Ди Каприо. И мне кажется, Бурунов сам понимает, что если говорить про дубля, что это Бурунов. Если говорить про актеров, то, конечно, это Ди Каприо. Ну что, друзья, кому понравился этот подкаст, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на нашего гостя. Все ссылки будут в описании. Также подписывайтесь на мои соцсети. С вами был Илья, автор канала Кинопёс и... Константин Денишкин, режиссёр. И всем пока, до скорых встреч. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok